Есть кто живой? Народы умело стравливаются и игра идет. Что люди смотрят, какая модель поведения подается со всех федеральных каналов. Это вообще идет тестирование такое, как народ отреагирует. Людей купили, люди слабые, мало таких, вы знаете, со стержнем духовным, мало, и людей можно купить. Люди, как люди, любят деньги. Ну так это всегда было легкомысленно. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Люди у нас ведомые, и особенно без духовного стержня, без разумения, без критического мышления, они, конечно, ведутся на такие разговоры и поддаются этой злости, агрессии, ненависти. Но, опять же говорю, они в таком меньшинстве, что просто вот собаки лают, караван идет. Вы не в политику идете? Да ну что вы, нет. И вам не надо кресло депутата? Нет. Мне были предложения, но я отказалась. Я не хочу быть никаким депутатом. Мне это совершенно не нужно. Я просто человек с совестью. Но тем не менее, вы вышли и сказали то, что другие молчат. Понимаете, какая история? Я понимаю, что до меня тоже говорили. На таком уровне нет. На таком уровне нет. Потому что их не слышно было. Папа вот замечательную фразу сказал. Сейчас она прям просто вот я все время повторяю про себя. Вот если ты сказал добрые, правдивые слова, но тебя не услышали, значит, ты не сказал ничего. Я понимаю, что это все было до меня. Пытались, значит, что-то говорить. Какие-то круглые столы тоже, значит, пытались там организовывать. Но не было слышно. Значит, я стала известной актрисой, я так понимаю, с целью вот только вот, наверное, ради этого. Чтобы с гордостью носить эту медаль на груди заслуги предотечества, нужно об отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И это так вот, если отматываешь так вот всю свою жизнь. Мир делит на две искусственные группы. И это об этом уже пишет Washington Post. Сегодняшняя публикация. Так, новые правила въезда в США, которые анонсировал Белый дом, фактически запрещают большинству российских граждан въезд в эту страну. Часть экспертов при этом по иммунизации опасается, что решение США и аналогичное решение других стран могут создать два класса людей по всему миру. Путешествовать свободно, а вторым в этом будет отказано. Еще раз подчеркну, публикация в Washington Post. Никто ничего не знает. Абсолютно противоречивая информация. Мне кажется, что это специально делается, потому что, когда со всех сторон идет противоречивая информация, это сбивает с толку. А когда человек сбит с толку, им проще управлять, манипулировать. Так же, как и вот страх, паника, которая нагнетается со всех СМИ. Ну, они нас и не оставят в покое. Если у кого-то были иллюзии, что они оставят в покое, то есть эти написанные Институтом Хопкинса. Вот этот вот документ, который с 2025 по 2028, там расписан уже следующий вирус. Сейчас, вы знаете, в Израиле, да, привитые двумя... Уже двумя бустерами. Привитые двумя прививками не считаются вакцинированными. Теперь уже два бустера, да. Теперь уже, значит, только ты считаешься привитым, и, соответственно, у тебя этот Green Pass, только когда у тебя третья прививка. И уже четвертый, естественно, с января месяца. Ну, это понятно, что это будет продолжаться. Даже меньше месяца тому назад, где-то недели три тому назад стало известно о том, что Гейтс и фонд Гейтса и Милинды вложили несколько десятков миллионов рублей, как я говорю, в волшебную пилюлю от коронавируса. Ну, ковид – это вообще не про болезни. Так сказать, вакцина не про здоровье. Это про повиновение и про контроль. Мы всегда с временным небольшим опозданием. Мы всегда... Ну, это, я говорю, это же все было написано в апокалипсисе. Не сможешь продать, не купить ничего без начертания. Ну, а как вы там без паспортов? Харагма. Не купить, не продать. С пустым желудком долго не протянешь. Так сказать, мальчики, девочки в одном лице стали становиться... Вот они стали становиться национальными героями. И у них там армия поклонников. И все это действует на умы, не окрепшие умы молодых людей, начиная уже с 13-12 лет. Вот это вот их кумиры с тремя шестерками. На... На... Да, в буквальном смысле, да. В прошлом году мы говорили о памятнике Есенине. Есенину, которая с подломленными этими крыльями, как ритуальное какое-то зрелище, как будто его положили для какого-то ритуального жертвоприношения. Жуткое зрелище, жуткое. Но это же лакомцевая бумажка, эти памятники. Я вообще говорю, по натуре трусиха. Абсолютно, так сказать, скромный человек. Все приедут сюда, потому что у нас 30% пресной воды, 30% вот этой вот пашни. Да, но я боюсь, что это уже будет не Россия. Вот если сюда. Они же уже едут. Так а им зачем? Некоторые чиновники у нас чартерные поезда предлагают бастер-байтеров. А вы думаете, они о России думают? Им где угодно. Они космополиты. Им что Россия, что где-то там. Хоть на территории России, но пусть она уже не будет Россией. Это же космополиты абсолютно. Ну, я начинаю подозревать Марию Васильевну, что у нее второе дипломатическое образование. Потому что это уроды, это моральные уроды. Которые родились здесь, но которые втаптывают собственную страну вот в ту кучу, которая теперь в центре Москвы появилась. Сейчас она вышла к этой системе получать от этой системы, с которой она борется, через те средства, которые у нее есть. И она вышла получать от них награду. Мы прекрасно видим, что у нее расстановился на две части. И эта система приходит в упадок. Эта система действительно настолько порочна. И она идет и получает от этой системы награды. И при этом она этой системе рассказывает, ах, какие вы нехорошие ребята. Ну, если ты принципиальный человек, ты зачем берешь эту награду? Тогда ты вышла, если ты вышла сказать свое слово. Сейчас информация работает. В начале было слово, сейчас работает слово. Сейчас война идет информационная. Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Я так вижу, что если ты хочешь что-то сказать этой системе, тогда уж не бери эти награды. Возьми и отдай ее обратно. Скажи, я считаю недостойно эту награду брать для себя от той системы, которая разрушает мой мир и моих ближних, и моих детей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мария Шукшина, великая дочь великого отца Василия Шукшина. Все, на тебе орден, девочка, а потом тебе еще. Только молчи. Девочка получает орден и говорит, я не могу молчать. СОС. Нас разделяют, нас натравливают друг друга сначала, да. А главные преступники со стороны наблюдают и статистику ведут. Так, кто лох, кто баран. Управляет игрой незримый дирижер. Отступать некуда, позади дети. Есть кто живой, есть кто живой. Всяких полно, живых мало. Чего так кричать? За последней партией медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры до аналитики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА